Фон Бет Континентальная Хоккейная Лига. Очередной игровой день. И мы с вами, друзья, отправляемся в город Магнитогорск на арену Металлург, где ждем очень интересного противостояния. Уже третий раз в этом сезоне скрестят клюшки хоккеисты Магнитогорского Металлурга и Новосибирской Сибири. Здесь Никита Хоровков, 10-й, Сергей Широк, 52-й капитан команды. И Алексей Яковлев, 61-й, это тройка нападения. Вот сейчас вот уже попасть не был. Бросок по воротам Костина. Так, ну и в итоге можно играть. Удивительная неразбериха между Хабаровым и Набоковым. Вот буквально 2-3 передачи и потери. Не держится пока шайба ни у тех, ни у других долго. Вот сейчас из-под защитника бросок. Это гол! Данила Юров отличается и выводит Магнитку вперед на неудобная высота. Для Костина очень хлесткий бросок получился у нападающего Магнитки. Разница вот в этих потерях у команд была в том, что когда Металлург эти потери совершал, Сибирь отбирала шайбу, но не довозила ее до чужих ворот. Металлург здесь отобрал и обратите внимание, что оказался один в один в ситуации Юров против Мартынова. У него одна заброшенная шайба была и три результативные передачи. Ну а всего вообще Канцеров в этом сезоне две шайбы забросил. Походим мы к середине первого периода. И опять легко вошли в зону магнитогорцы. Пас на пятак! И там Костин попытался клюшкой сыграть. Первый пулс! Выиграть целоточку у новосибирцев не получилось. Но здесь Мерфи в центр. Здорово! И бросок опасный Широкова зацепил все-таки Илья Набоков шайбу. Видите, ребята себя проявят. Яковлев, Козлов, Яковлев. И бросок из круга вбрасывания. Костин готов. И на мертво шайбу ловит. Вот эта статистика, которая приведена. На последних играх Разин менял уже свои бригады, но все равно без пресса. Это вот чуть-чуть уже не то. Будем смотреть как сейчас. И вот здесь добивание Зернова. Очень опасный момент. Дал маленький шанс соперникам Костин. Зернов дальше. Здесь Уилсон. А Кользин. Зернов полез из-за ворот на пятак. И повторный бросок был. Может быть наброс Яковлева, когда Зернов пытался добавлять. Вот такая ситуация могла возникнуть и в формате 5 на 5. Здорово! И с броском таким, знаете, неприятным все это заканчивает Федор Гордеев. Но прям опасных из них раз-два и обчелся. Вот дальний бросок. Добивание. Ух! И еще один момент. И все-таки гол. И все-таки гол. Овченко добивает эту шайбу в ворота. Несколько бросков. И вот этот гол в концовке очень важен для магнитки. Так, с тревогой тренеры Металлурга смотрят на куб. Ну и, наверное, на повторы. Тренеры Сибири наверняка попробуют сейчас там что-то найти. Просто когда был наброс от синей линии, ситуация за кадром осталась. Там Уилсон был на пятачке. Во! Вот отсюда мы увидим. Вот Уилсон поехал на пятак. А, нет. Уилсон вообще не доехал. Попробует? Я думаю, что не будет пробовать Металлург. Там, скорее, только если очевидная передача. А так, до перерыва 2-0 очень комфортно. Для магнитов. Да, очень хороший счет для магнитогорцев в эти первые 20 минут. Егор Коробкин. Как дела, сынок? Ты шапку носишь? Дела хорошо. Счет 2-0, да. И выигрываем пока игру. Это здорово. Нужно продолжать наращивать темп. Шапку ношу, но сейчас пока в шлеме. Хорошо. Как настроение у ребят? Присутствие мам сегодня добавляет уверенности? Да, конечно. Это очень прекрасное событие, да, этот праздник. И то, что сегодня вы пришли поддержать нас очень гласно. И я думаю, должны мы порадовать сегодня вас победой. Какие планы на дальнейшую игру? Выигрывать. Спасибо. В этом сезоне пока. И какая потеря. Какая потеря. Но Костин выручает свою команду. Продолжает держать ее в игре. Здесь, конечно, великолепный шанс был у Данила Башкирова. И опять, посмотрите, Башкиров получает подарок. Что творят там новосибирцы. Ну вот пусть и не забили в большинстве сейчас магнитогорцы. Но это так тон атакам-то задает большинство. И какой опасный бросок. Попади сейчас Андрей Козлов. Створ это был бы гол наверняка. Что там подбили клюшку сопернику магнитогорца. Полевко дальше налево. И назревает, честно говоря, гол. Один бросок. Второй опасный. Браво Костин. Но опять же шайба у Столиваров. Да и бэк без клюшки. Уже давно. Вот смотрим здесь. Держит оборону. Сибири может быть не самое правильное решение. Бросок на партнера не прошла от Данила Башкирова. Ровно пол игры. Позади. И вот шанс мог быть. И в итоге опасный какой бросок. По воротам наблоковал. Я бы сказал не испугался. Да. Мог, кстати, там последним-то и обрезаться. И вот здесь здорово. Ой-ой-ой. Красота-то какая. И забивает Алексей Яковлев. 2-1. Это тройка Сибирь, который забил гол. Она и так была лучшей в этом матче. Потому что только у них были моменты в первом периоде. И здесь, конечно, перевод Широкова от левого борта на правый. Дальше уже Коротков. Вот, смотрите, вот сейчас Широков. Вот тут ключевой момент. Широков ждет. И там, видите, за спиной открывается Коротков. А дает на Яковлеву. Но, правда, и Кара не сумел там на ход партнера сделать передачу. Ответ быстрой магнитки. И бросок опаснейший Романа Канцерова. Не попадает в дальний угол. И ответ уже Металлурга. Классный пас. И что здесь? Штанга. Разводят арбитры руки в сторону. Ну, как-то так очень спокойно дали бросить. Ну, там у Юрова времени было мало. Он к тому быстро и бросил. Самый результатив незащитный. Так, еще им ответят Новосибирцы. Здорово, здорово. Классно! Ух! Если бы забил сейчас Берлев, какая бы красивая была трехходовка. Но, браво, Набоков. В полет этой шайбы Набоков там успел переместиться в ворот. Праворуке это значит, что клюшку он держит в левой руке, а правая внизу у него. Зернов. Ой, классный пас такой опять прострельный. И отбил перед собой Костем. Хорошая очередная раз атака Металлурга. Во втором периоде у Магнит серьезные преимущества. Но они в этом периоде 0-1 уступают. Но сейчас 2 в 1 может быть выход. И все-таки что они помешали бросить. Второй волной может сейчас развиться атака Полевков. Дается расставиться в зоне. Нужен бросок. А вот и он. Низом попытался бросить Егор Яковлев. Вновь у него шайба. Бросок! Отбивает Костем. И сирена. Алексей, неудачное начало первого отрезка. Опять проиграли первый период в Магнитогорске. С чем связано такое неудачное начало? Команда Металлург хорошая, заряженная команда. Молодая, энергичная. Хотят всегда играть активно в атаку. Поэтому отсюда вот такой результат. Хотя мы с ребятами настраивались. Готовили, что такое будет начало. Но тем не менее. Потому что хорошие там ребята собраны. Заброшенную шайбу посвящаете маме. Что можете сказать о ней? Маме обязательно посвящаю. Моей тёще посвящаю. Моей жене, потому что все мамы. И всем родственникам нашим, моим женского пола, у кого есть дети, так скажем. Хочу сказать маме, что я тебя люблю. Привет всем. Спасибо, что меня вырастила таким, какой я есть. А вот вы сами понимаете, следующий гол. Если вдруг отличаться новосибирцы, он вообще всё запутает до конца. И какое спасение Кости на бросок касания был. Здорово. Здорово играет Ротарь. Мерфея бросает. Ух, там, по-моему, лёгкий рикошет был. Коротков. Ух, какой хитрый бросок получился. Шайба так скакнула ото льда. Неприятное всё было для Набокова. Неплохо на чистый лёд. Гордеев. И всё-таки успел Хабаров там клюшку выбросить. Мойсибирт сейчас в атаке. Широков. Ух ты. Коротков, Яковлев, Широков – это те хоккеисты, которые исправно создают моменты. Они исправно привозят шайбу в чужую зону. И у них вот что-то получается. Но не попал опять же створ. Ответ хозяев. Акользин. Акользин. Вот тоже, наверное, не исполнил, да? Нет, там Яковлев вернулся, Яковлев перехватил передачу. Было касание лёгкое. Да, было, было. Яковлев если бы не вернулся, там Канцеров замыкал бы. А вот здесь какой момент шикарный. И он попадает. Браво, Денис Зернов. Какое хладнокровие. Именно хладнокровие здесь ключевое. Потому что когда Зернов принимал шайбу, она у него перескочила через клюшку. И Зернов дальше не стал паниковать, не стал спешить. И бросил очень спокойно. Причём вот этот гол, я опять же вспоминаю прям плей-офф прошлого года. Зернов ведь вот так вот получает в центре, двигаясь влево. Козлов там боролся за шайбу. Кара. Бросок Костин зацепил шайбу, да. Неприятный бросок для вратаря Сибири был. Даже интересно, что было опаснее сам бросок, или то, что Костин потом не видел шайбу. Ну а Бэк остановился почему-то. И рядом со штангой проходит шайба. Ещё момент. Так, 25 секунд. Бэк. Это была передача. Подбор за Бутузовым. Бутузов. И опять выбрасывает шайбу магнитогорцы. Ну правда там на синей линии здорово сыграли защитники. Удаление у Сибири. Ну тут и без удаления на самом-то деле всё понятно. В принципе, может даже дадут доиграть. Потому что толпу Сибири от этого никакого. Там несколько секунд. И в Брасне было бы в зоне Дениса Костина. Достаточно боевой хоккей. Был в магнитогорске. Андрей Владимирович с победой. Дисциплинированная игра. Что можете сказать по ней? Ну да, очень дисциплинированно сыграли и в обороне. И не получили ни одного удаления. Что сегодня стало ключевым моментом? Ну, ещё раз повторю. Игровая дисциплина. У соперника очень сильное большинство. Мы им не позволили ни одного шанса. Что изменилось при игре 2-1? Ну мы откатились, сыграли строго. Учитывая прошлую игру, когда мы 3-1 выигрывали. И пропустили глупые голы. И сегодня этих ошибок не повторили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok